Электричество из растений. Миф или реальность? В конце 2014 года в Гамбурге зажглись более 300 светодиоидных фонариков. Электричество для них было получено с помощью новой технологии, разработанной нидерландской компанией PLANT, позволяющей получать энергию из живых растений. Компания давно занимается изучением окружающей среды, наблюдая за различными естественными процессами. Специалисты PLANT были уверены, что в природе существует потенциальная энергия, которую можно найти и использовать во благо человечества. И им удалось отыскать её при наблюдении за процессом фотосинтеза, происходящего в растениях. В основе технологии лежит использование побочных продуктов фотосинтеза водных растений, растущих в специальных пластиковых контейнерах, соединённых между собой. Растения в процессе фотосинтеза преобразуют солнечный свет, воду и воздух в сахар, часть которого они используют для роста, а остальное отправляют обратно в землю. Разлагаясь, отходы неиспользованного сахара освобождают электроны и протоны. Остаётся лишь собрать электричество путём погружения в почву электродов. Таким образом, с одного метросада можно получать до 28 кВт-часов в год. Компания «Плант» в дальнейшем планирует получать энергию благодаря водно-болотным угодиям. Для этого инженеры компании проложат горизонтальные трубы под поверхностью болота, топи, дельты реки, рисового поля. Процесс получения энергии будет аналогичным тому, который сейчас используется при собирании электричества из водных растений. Директор и соучредитель компании «Маржолейн Элдер» полагает, что эта технология станет революционной. Благодаря живым растениям удастся не только воспроизводить экологически чистую, новую зелёную энергию, но и генерировать её в крупных масштабах для обеспечения необходимого количества энергии во всём мире. Человечество стоит на пороге глобальных перемен. Учёные прогнозируют, что уже в ближайшие 20-30 лет весь мир сможет перейти на альтернативные экологически чистые источники энергии, которые будут самостоятельно восстанавливаться и будут безопасными для окружающей среды. Поиск альтернативных экологически чистых и безопасных источников энергии, доступных для каждого человека, безусловно важен в сложившейся на сегодняшний день ситуации на планете. Исследования подобного рода затронут и другие научные сферы, благодаря чему в ближайшем будущем человечество сможет свободно использовать энергию во благо всей планеты. Приглашаем учёных и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей использования технологии получения электроэнергии из растений. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.sobaka.geocenter.info с пометкой «Для климат-контроля». Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefisscience.org А также в докладе учёных AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями.